В Конаково открыли памятник воинам-освободителям. Новая скульптурная композиция установлена в центре Комсомольского сквера. Это был настоящий праздник, день, когда символ победы вернулся на свое место. Над эскизом памятника и созданием полноразмерной скульптуры трудился конаковский скульптор Виталий Алексеев. Он воссоздал памятник 1955 года. По многим деталям скульптурной композиции информации и фотографии не сохранилось. Так что новый памятник стал самостоятельной художественной работой, которую в день открытия смогли оценить жители города. Я очень рада, что вновь такой замечательный памятник, который действительно показывает героизм народа, настоящего такого воина. В церемонии открытия приняли участие представители федеральных, областных и местных властей, меценаты, а также наши ветераны Валентин Павлович Криночкин и Валентин Семенович Морев. Было много молодежи, наследников Великой Победы, которым суждено сквозь века принести память о подвиге нашего народа. Мне памятник очень понравился. И нас не зря облачили военные формы. Мы подаем пример нашей молодежи. И чтобы таких памятников было в нашем маленьком городке Конаково очень много. И чтобы боролись с вандалами, которые не уважают наших дедов и прадедов, которые воевали за нас. Памятник открыли 29 августа в рамках международного фестиваля «Россия-Греция вместе сквозь века», который проходил в Конаково. День был насыщенным, но именно это событие стало самым значимым. И не только для местных жителей. Это отметил и государственный деятель Сергей Степашин. Я думаю, было принято правильное решение послушать жителей. Был проведен конкурс. И вот мы сегодня открыли замечательно, с моей точки зрения, памятник. Вот, тем более, это год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. А 2 сентября мы будем отмечать 75 лет окончания Второй мировой войны и победы нацизм. Так что это очень символично, что именно сегодня мы этот памятник и открыли. Памятник был установлен по инициативе ветеранской организации Родина и местных предпринимателей за счет благотворительных взносов и стал заключительной точкой в оформлении мемориальной части Комсомольского сквера в городе Конаково.